Мы смотрели, естественно, только на коммерческую и краю Москвы. То есть, к примеру, у ПОЦАР у нас там была из еще на 100 тысяч объектов или того. Ну и, само собой, такие, как МОСКУ, ТОН.РУ, ну и, соответственно, тот сет, который был нам предоставлен. Ну, и, исходя из этого, мы чуть позже покажем вам прототип, чтобы вы видели, как это все будет. Просто он предсказывает повышение точности суммы продажи объекта, так, как, собственно, заказчик и хотел, и повышает тем самым эффективность экономического состояния города. Потому что, соответственно, понижается коэффициент «простое здание», то есть более точное предсказание продажи, то есть предсказание продажи и аренды. Индекс «Простое здание» рассчитывался у нас, исходя из классической методологии, которую брали люди, у которых, ну, так сказать, оценочные компании, у которых вы заказываете оценку перед выдвижением объекта торги. Мы посмотрели их методологии, как они это рассчитывают, посмотрели их процент ошибки и поняли, что просто то количество зданий, которое берем мы, оно просто несравнимо с тем, которое они берут. И, соответственно, у нас просто даже сейчас с тем небольшим, грубо говоря, там, в черту, там, больше ста тысяч в количестве зданий, у нас все равно лучших коэффициентов получается в точности, чем тех оценочных компаний. Поскольку платформа предназначена для внутреннего пользования специалистами тендерного отдела, возможно, ДГИ, я просто не уверен, кто именно у вас этим занимается, мы хотели, как я уже сказал, сделать ее, чтобы любой член мог пользоваться ей самостоятельно, без помощи третьих лиц и услуг оценщиков, тем самым экономией бюджета ДГИ, и также, чтобы было возможно развивать стратегию и планирование при выставлении объекта на торги или на арену. Что мы видим, как невероятно важно, потому что многие торги выставляются, по нашим ощущениям, вот просто там на 10 лет или на 5 лет, на такие промежутки, которые не очень понятны, когда в Москве так много предпринимателей закрываются в год, то есть там, по-моему, на каждые 3, 9, закрываются каждые 3, 6, такая статистика, не очень понятно, как можно выставлять здания на торги на 10 лет аренды, когда приниматель даже не думает на 10 лет его арендовывать изначально, когда он выходит на торги, в первый раз, например. Развитие продукта. Как мы его видим? На данный момент мы, безусловно, понимаем, что у нас не хватает данных. И те данные в PDF-файлах, которые вы предоставили, а также те данные, которые есть на аукционах, то есть когда тот датасет, который был по торгам, там есть ссылка, естественно, на лот, который выставляется на аукционах, и в том лоте, на самом деле, есть очень много интересных документов, в которых, кстати, иногда видно, например, ошибки в кадастре непосредственно, даже в метраже района, в метраже площади здания, которые, например, были найдены при технической его оценке и так далее. То есть на данный момент то, что нам нужно, это получение всех данных, которые у вас есть, просто пропустить их через сканер, нормально распарсить, тогда у нас будет огромная выборка и качество самоточенности просто повысится, и также мы, наверное, сможем даже помочь вашим коллегам из Росреестра и Росстата, чтобы они нормально площадь здания у себя уже указывали. Потому что, ну, действительно, много ошибок для съемки пришли. Потом, естественно, нужна доработка проекта для увеличения объема обрабатываемых данных с дополнительными критериями, которые можно будет носить из этого. То есть разные экономические новые параметры, которые мы получим, распарсим датасеты, которые на данный момент находятся в PDF, и которые очень часто приходилось просто показать просто сейчас прототип, мы там два-три пункта просто били вручную. И также, конечно, там такие вещи, как семейный кадастр и так далее, которые вот вы когда-то приходили, при вас мы даже просто не могли их вытащить. То есть эти данные просто будут нужны, и по ним уже сможем дополнительные критерии, как я уже сказал, сделать, и все будет более точно. И, соответственно, потом имплементация, реализация данной системы на базе различного фонда ДГИ. Мы думаем, это займет также около месяца двух, мы это написали, но мы думаем, это займет где-то примерно столько же, чтобы ваш персонал мог посмотреть на это, чтобы мы все недочеты могли примерно привести в порядок. Ну и мы думаем, что вполне возможно до 80% повысить реализацию торговки, до 85% повысить реализацию аренды. Насколько я помню, у вас сейчас 70% стоит по аренде, и около 40% реализации по продаже. Ну и соответственно наша команда. В принципе, хочешь что-нибудь сказать? Вот это непосредственно прототип. То есть непосредственно вводится кадастровый номер, как мы видим, и далее автоматически выводятся все данные, например, по тем параметрам, которые вы хотели, чтобы выводились. То есть те параметры из Excel, которые были сделаны, они здесь все выводятся нами. То есть мы распарсили, обсудили все Excel-овские файлы, и это получите. Дальше идет рекомендация. Продажа и аренды. Это мы делали на основе формул. То есть, как мы говорили уже, мы распарсили очень много файлов, очень много открытых источников. То есть там CAN, ULA, Avito и так далее. Применили формулу аренды, в которой я сейчас просто полностью ее не назову, но там коэффициент износа здания, из чего состоит здание, то есть там кирпичная хватка и еще так далее. Ну и дальше показывается уже по параметрам, которые вы нам прислали также. То есть это координаты соотношения центра, площадь здания, там ЖКХ, то есть коммуникации какие в них входят, какой тип входа. Ну и, соответственно, как вы можете видеть, здесь она проходит абсолютно по всем данным. И, соответственно, мы 100% там, система, не мы, а система 100% рекомендует сдавать это здание, там, офис и в аренду выше. Ну и, соответственно, помещение бытового обслуживания, например, не может, потому что площадь, как вы видели, выше у этого здания слишком большая. И, например, помещение бытового обслуживания просто не сможет поднимать такое, у них нет в таком районе. Ну и, что видите, производственное помещение не может, потому что это в жилом здании находится, этот объект. Ну и дальше вы вводите любой другой кадастровый номер, по которому хотите проверить, ну и получить рекомендацию системы. Вы получаете также расстояние до метро, то же самое, то есть какой тип здания, сколько этажей занимает, потому что это тоже важно, все эти данные учитываются. Состояние помещения – это как раз-таки вот некоторые вещи мы просто не смогли вытащить. Дальше также идет рекомендация. Здесь система также рекомендует арендовать вот такую сумму в рублях в месяц. Гибкость здания означает, насколько оно гибкое, то есть у нас под сколько вообще критериев и видов бизнеса оно подходит. То есть 59% – это достаточно высоко. Соответственно, его цена, она будет там намного выше, чем какого-нибудь склада. Но это вы можете даже просто по статистике в Москве с продажи аренды посмотреть, то есть оно так и есть. Ну и так, здесь идет также общепит. То есть, например, в этом районе низкая конкурентность общепитов. Мы, кстати, брали статистику только за пределами садового кольца, потому что в центре это группа. В центре слишком большой потоп населения проходит, а там любой бизнес, на самом деле, выше практически. А вот именно где садовое кольцо, там дисперсии она намного меньше. И поэтому там уже реально можно посчитать. То есть, если мало конкретных, то как ты можешь выжить. Но, опять же, это не по всем работает. То есть, по аптекам, по банкам, например. Я вот лично хочу вам показать вопрос, почему банки. В принципе, банк может быть практически где угодно, и очень мало параметров на самом деле на него влияют. Поэтому мне просто интересно. Поэтому они везде у нас, кстати, высоко стоят. Потому что мы не можем, на самом деле, кроме типа помещения, что оно будет в четыре этажа. Эти же, например, зачем банк в четыре этажа? Как вы здесь увидели, понять. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, будем рады ответить. Скажите, пожалуйста, вы упомянули, что планируете использовать данные жилищного фонда. А вы чем? Нажимая личность. Данные жилищного фонда используются для... Сейчас я вам ответить, простите. Они используются, во-первых, для благосостояния районов. Ну, изначально мы считали благосостояние районов, чтобы как раз-таки тоже понять какие-то коэффициенты или применить формулы, по которым можно высчитывать, выживет здесь бизнес или нет. А как определить? Район благосостоятельный или нет? Ну, в данном случае сейчас мы как сделали? Мы рассмотрели на недвижимость именно, в данном случае, национальный вид по району. А если вы не смотрели, по какой стоимости выкладываете недвижимость? Потому что недвижимость, как самый базовый актив человека, его, ну, москвича, да, его цена очень сильно влияет на его покупательскую способность. Потому что, например, в ВВП Москвы он особо нигде не выкладывается, он везде разный, покупательский паритет по району очень сложно посчитать, а это и основной фактор благосостояния. Ну, соответственно, мы посчитали по самому базовому активу москвича, по его квартире. И примерно получили благосостояние районов. Соответственно, это просто дополнительный, на самом деле, критерий. Можно сейчас просто очень много экономических формул здесь рассчитать, чтобы повысить точность. Просто у нас, я знаю, глупо говорить такое нахранение, просто не было времени, их всех рассчитывают, и еще больше данных добавлять, чтобы повысить точность. Я думаю, что смысл был именно по тем... По крайней мере, мы думали, что смысл этого задания был именно по тем критериям, которые вы нам скинули, сделать как можно наиболее точный выбор из тех данных, которые мы вам тоже прислали. Потому что aptX-точек можно использовать очень-очень много. Скажите, а как определяют эту цель использование более подробно? Какой алгоритм используете? Какой алгоритм? Нет. Давайте расскажем, напомню. Как определяете цель использования? Какой алгоритм вы используете? То есть офис, парикмахерская, салон красоты и т.д. У нас есть критерии, которые мы оцениваем. И, соответственно, для каждого... То есть, к примеру, для офиса... Останови, пожалуйста. Критерии – это хорошо, но как вы это делаете? Мы для торгового помещения знаем заранее, какие есть требования. То есть, к примеру, тип кода – это первый этаж. И далее мы проверяем, соответствует требованиям для данного объекта. Далее мы это умножаем на коэффициент веса. Коэффициент веса, грубо говоря, некоторые объекты, да? То есть, например, помещение бытового... Ну, нет, больше не жду, чтобы вообще не было осуждения исполнителя. Извиняюсь. Еще раз. Ну, например, самая простая – аптека. У этого объекта площадь, по-моему, если не изменяет память, около 700 метров в квадрате. А, 560. Соответственно, аптеке такая площадь, даже очень-очень большой, она, в принципе, не нужна. То есть, мы задали функцию, то есть, например, чтобы отсеивать аптеки, если площадь больше 300 квадратных метров. Ну, потому что глупо и нерентабельно. Потому что еще вы считали один критерий – это налоги. То есть, налоговый просто расчет, сколько должен платить бизнес-налогов, или вы, сказать, просто держание помещений. И, соответственно, это получается очень много. И аптека, по-моему, в Москве ни одна столько не продает, чтобы даже налог платить. А откуда брали информацию по налогам? Как рассчитывали? Есть формула в налоговой службе, на сайте я нашел. А как… Здесь. А как соотносили критерии с целью использования? Ну, критерии, которые вы вынесли, как вы их… Каким веса там, допустим, назначали? И это соотносили с целью использования, с каждой? То есть… Ну, мы определили… Ну, грубо говоря… Есть некоторая бизнес-модель. То есть, даже по вашим торгам, состоявшимся, если сделать статистическую выборку, есть там четыре ключевых параметра, которые влияют на проведение торговли. Это непосредственно там… Дистанция от центра. Это площадь. Это ЖКХ. И это тип помещений. Это самые влияющие на объекты вещи. То есть, соответственно… Чтобы вы понимали. То есть, если это не жилое помещение, то, например… То здесь могут быть склады, здесь может быть там, хозяйственное. Здесь может быть что угодно. Но если жилое помещение, то список очень сильно сокращается. И, соответственно, вес у этого критерия, он очень большой. А что он занимается под ЖКХ? ЖКХ – это все коммуникации. То есть, электричество, воснабжение, холодная вода, горячая вода. Чуть-чуть. Так. Много объектов имеется без ЖКХ в выборке? Я сейчас вопросу могу добавить. Мы в будущем, соответственно, планируем вынести административную панель, где можно настроить все эти коэффициенты, как вам удобно и как вы считаете, нет? Ну и столько. Объектов без ЖКХ… Ну, я просто… Много ли было таких объектов? Лично я? Ну, просто мы их не проверяли все. То есть, ты отбиваешь кадастры… То есть, мы просто парсили аукционные… уже непосредственно аукционные сайты, потому что у них есть таблицы ворда, в которых это, кстати, заполнено… Ну, я имею в виду, собственно, если вы производите статистический анализ, то вы должны были, по идее, при назначении весов вашей модели… Мы веса назначали, грубо говоря… Ну, сами. Мы тут не делали… Хотели бы сделать жесткий статистический анализ, но по некоторым, там, например, вещам его просто очень было сложно сделать, потому что, как я сказал, например, тип входа, он далеко не всегда понятен. То есть, например, по нему мы не могли делать вес, потому что вот в эти PDF-файлы их просто нельзя распаристать. PDF-вход, например, написан только там. То есть, мы не смогли это сделать… Ну, не от болты прямо написали, конечно, вот, например, как я уже сказал, по ЖКХ мы их примерно… То есть, посчитали, что это важно. То есть, мы ему дали, по-моему, там, 0,4 вес кольца. А круг, если они правильные, может было бы эффективнее использовать какой-нибудь метод машинообучения, который бы проанализировал в зависимости? Слишком мало данных по машине обучения. А сколько данных было? По отборочистой тысяч. Пока что при добавлении… Даже при добавлении данных, можете расскажите? А если вы бы их расширили, допустим, данными из открытых источников, как сделали такие коматы? Ну, открытые источники рассчитывают вам только экономически, они вам ЖКХ не смогут посчитать. ЖКХ – они только в ваших объектах, только в вашем жилищном фонде. У вас в жилищном фонде, по-моему, там… На InvestMoscow.ru, по-моему, 90 тысяч объектов, если я сейчас не ошибаюсь, но… Ну, допустим, проходимость можно же по картам там посмотреть. Да, мы смотрели проходимость по Яндекс.Картам, но это единственный ресурс, который их дает. То есть, ну, это очень… Ну, мы же не хотели… Плот-плот тоже везде есть, допустим, на InvestMoscow. Да, но, как я уже сказал, она вот очень часто была ошибочная сейчас. Особенно, когда здание несколько раз оставляется на торги, видимо, потом идет какая-то перепланировка или что. и особенно, вот, по вордовским документам, которые… по лотовски, документы так называемые. Там прямо видно, что… там, блин, разница. Разница точно. Как называется ваша модель, которую вы использовали? Что за алгоритм? Ну, это какой-то ленинный алгоритм, или все-таки модель машинного обучения? Какое? Для чего именно? Просто вы произнесли такую фразу, что у вас процент успешного распознавания выше, чем у других команд. Все-таки вы использовали… Я вас понимаю, да. Я, возможно, вел вас в заблуждение, я просто так думаю, потому что я не вижу, как они могли посчитать, там, многие стоимости таким образом, потому что просто этого не думаю. То есть они говорят, например, вот поэт — это второй же модель? Да. Иди вверх, пожалуйста. В общем, они просто показывали сумму настолько меньше здесь, что нелогично вообще по всем параметрам, если парсить СААН. Потому что все здания в этой области, они намного больше, поэтому мне просто непонятно, какие данные они брали. И так же по первому объекту. Вот и все. Поэтому я и говорю, что мне кажется, что точность больше, чем у них. Вот поэтому я так считаю. То есть, по сути, никакой нет машин обучения используется, используется, так сказать, ну, можно сказать, дерево решений, в принципе, да? С весами, если так формализовать. Ну, машинное обучение… Да. Просто я имею в виду, что не очень вижу, как можно здесь машин обучения сейчас. Проще всего. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok